10 секунд remaining 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 10 секунд такой 10 секунд die Тоже not bad-герой. Кто еще из новеньких? Лондруид — это вообще бешеное. Сейчас его так очень трудно загангать с новой способностью на мишке, когда герои просто бегут к своей базе. Ну, типа как это страх, я не помню, как называется. Ну, да-да-да, эффект страха. Сейчас. Где она? Это способность. Где же она? Когда с удвоенной скоростью начинают бежать в сторону своего трона. Вот это вот иметь в виду. Ну, третья, да. Я просто еще до конца так не подучил их. Ну. Ну, это со временем, со временем. Главное. Ну, все равно у нас Лондруиды по квоты игры нет, так что ничего страшного. Но у нас есть Лина, и у нас есть Джакира. Ух ты. Ну, Джакира хорош, конечно, наверное, против пуша, в том числе, потому что у него есть там много скиллов, в которые можно просто бросаться, там отплевываться, кулдауны небольшие. Ну, и вот как-то… Ну, хотя тут на самом деле такая тоже палка о двух концах. То есть, да, теоретически много всего хватает, там можно быстренько там все там поджарить, наплевать, заморозить. Вот. Но Hellrisers, я думаю, смогут предпринять что-то против вот такого активного. А Джакину, если он будет активный, потому что, смотрите, это уже третий саппорт, получается. То есть, он должен как-то идти либо оффлейн Джакира, либо мид Джакира. Это вот какая-то такая у него будет история. Да, Венгка. А, Кэри? Сейчас у нас, да, роль Кэя. Кэри, Венгка? Исполняет постоянно очень… У него, кстати, тоже хороший Венрейтик, там, по-моему, за 60 уже процентов. Это очень хорошо для Венги. Да вообще для героев хорошо. Я, кстати, первый раз опешил, когда вот она собрала Аганим. Я, ну, тоже там играл в Дот, туда убиваю Венгу, и оп, опять Венга. Что такое? Я не мог долго понять, что же там происходит. Это какая-то иллюзия, откуда она там появляется. Ну, потом все-таки вспомнил патч-ноуты, да. Аганим такое, но именно усиление всей своей команды и Кэри, который будет стоять на медиа, очень-очень хорошее. Я не знаю, на самом деле, если по командам, TML Alternate, я ни одной из их игр вообще не видел. Для меня эта команда вообще новинка. Я не знаю вообще, чем они играют, что из себя представляют, какой у них плейстайл, как они, в принципе, играют. Вот, а Hellraiser в последнее время, ну, последнюю игру, которую я комментировал, это было как раз для 2CL, они играли вот этот новогодний как раз Турик, с там этими разными модами играли они против Virtus.pro, и там они смотрелись очень блекло. Они там 3 по 25 отлетели, вообще без шансов. Я не знаю, сейчас, может, собрались, что-то передумали себе. Ну, стратегии у них хорошие пока, очень хорошие стратегии. Ну, да. Undying вот новая. Ну, как-то у, если честно, вот у Team Alternate все пока 4 саппорта. Ну, у них все читается сейчас, тем более. Джакир, Undying пойдут в оф-линию, Винга, Керри с Вичдоктором пойдут в свою легкую. И будут оставлять герои на Керри последнего такого, на которого будут играть вот эти все 4 как раз-таки суппорта. Винга — это тоже суппорт. Он вроде и роль Керри исполняет, но этот герой как саппорт. 4 плюс 1 игра такая, такая стратегия. Ну, такие стратегии были во времена, когда все банили Хускара, и он ни разу так и не появился. Сейчас с Хускаром чуть-чуть все по-другому, так что, наверное, наверняка это не Хускар, а кто-то другой. Только вот кто? Вопрос. Да не, много стратегий было. И на СФ, когда играют, и на интернешнлах, и на мейджорах. Эти стратегии, в принципе, уже появлялись 4 плюс 1, когда играешь 4 суппорта. Не обязательно Винга. Но тут я не знаю, какого они героя выберут. Такие самые основные как раз-таки СФ, Ланая, Тэмбларка. Они все забанены. Какого героя они выберут, сейчас очень трудно даже предсказать. Кто-то может быть такой прям, если перечислить, я просмотрю. А это в мид будет герой, да, получается? Да, в мид, в мид герой. Может быть какой-то даже, не знаю, Эмбер Спирит. Ну, может быть какой-то, да, Алхимик, но его надо защищать, потому что против вайпер он просядет. Сейчас это новая баунти руна, которая дает тебе не на 5, умножая это на 3. Можно и просесть в миде, на самом деле. Так, ну хорошо, Алхимик. Лансера уже точно не будет в центре. Какие еще варианты есть? Спирит, да, ты говоришь, может быть? Сейчас вот, да, вот сейчас Спирит наклевывается, потому что Лансер есть. Надо как-то с ним будет бороться, если все будет плохо. Можно вообще какой-то дабл в мидл поставить, типа Венгевич Доктора, а Эмбер Спирит в зоу, а Гунация? Нет, и он без мастера его переденяет. Тогда его тоже с кем-то, там, с Жакира, допустим, поставить, а Андаенга в оффлейн нет. А если какого-нибудь там Бристлбека вообще пикнуть? Ну, это вот будет All-In пик. Лайка на Немерут. Такой тоже под пуш своеобразный. Ну, в общем-то... под Ауэром, под Джакира, под Андайенгом, под Хиллом Вич Доктора. Ну, и кого сильнее получается вот сравнивать? Джакира, Андайенг, Ликан, Винга, или вот эти Чен, там, Бистмастер? Ну, мне очень нравится пик Hellrisers. У них сбалансированный пик. Все, есть и ярко выраженный керри, есть и Чен, с кем можно подпушить, есть танк жесткий в роли Вайпера, есть герой, который вкастует по БКБ, это Бистмастер. Ну, и суппорт хороший, с хорошим прокастом. Очень балансный пик, очень красивый, в принципе, такой идеальный для доты, как можно сказать. А вот это эндпик на исполнение. Окей, тогда пожелаем нашим парням удачи. Ну, на самом деле, не будем там, конечно, за кого-то конкретно болеть. Мы все всегда надеемся на то, что будет какая-то красивая, интересная дота, но... А я всегда за наших болею. Да. Я очень такой. Мне без разницы, кто там с кем играет. Ну да, когда дерби, понятное дело, за красивую доту болеешь. Когда и Санга дерби, когда наши против наших играют. А когда наши играют против кого-то, против мира, я всегда за наших болею. Почему бы и нет. Все болеют за своих, на самом деле. И Китай болеет за своих, и Запад, Европа, Америка тоже за своих всегда болеют. Может так, не прям жестко как-то на стримах, но болеют. Кстати, насчет дерби. В следующем раунде оно, возможно, будет, потому что туда уже пробилась команда Vega Squadron, которая в первом раунде играла с Yellow Submarine, тоже, кстати, дерби. И прошли они дальше. Да, если выигрывают, они с Vega будут играть. А у нас вообще очень много. У нас получается три дерби. Prodota Gaming будет играть против FF, ну, Fantastic Five. Natus Vincere будет играть против Arcadia Sports, ну, это паэры бывшие. И Vega как раз, если хаэры выиграет, тоже будет играть, тоже будет еще одно дерби у нас. В общем, наши решили взять количеством. Отправим больше людей на турнир и, конечно же, возьмем в любом случае. Ну, призовые не самые большие, но, с другой стороны, это возможность перед Новым годом, как-то перед праздниками поддерживать себя. в тонусе, скажем так, еще какие-то игры сыграть, какой-то опыт получить. Ты на ВЦА видел, сколько наших команд было, когда отбирались на пловов? Семь из восьми. Семь из восьми? По-моему, да. Или шесть из восьми. Ну, не суть важная. Там фишка в том, что все наши команды пробились в Венера, и две команды, которые вообще могли что-то противопоставить, это они сразу в лазера упали в первом раунде. Соответственно, вылетели. Там Габлак, по-моему, выиграл как раз. Ну что ж, будем желать, чтобы такой же расклад какой-нибудь на интернешнале случился. А то все, китайцы да китайцы. Лина-Лина-то встреет. Сверху Линочка встреет. Она игралась. Ну, конечно, против Undying очень сложно что-то придумать. Ну, учитывая, что он просто 2DK, ну, Лине конкретно, да, потому что у Лины, посмотрите, у него сейчас 541 хп, 2DK, и это уже... Ой-ой, тут был размен, да. Ну, не размен, конечно, но... Ну, там еще Сатир подошел с фикшеном, этим нюком, с Шуквейвом. У него место сотки. Раньше сотку убил, сейчас 160 бьет, это очень больно. И рэнш еще какой-то дикий вообще. Да-да, с кулдауном 8, дистанция 1380. Ну, если этот Сатир приходит на мидл, то очень большие проблемы в вражеском мидл сразу становятся. Это как раньше Гарпия приходила, помнишь, тоже такая надоедливая была. Это из этой серии, сейчас Сатир такой. Ну, Гарпия была там помощнее этого Сатира, а вот сейчас, я думаю, Сатир помощнее этой Гарпии будет. Ну да, он же еще реген дает неплохо так. Да, он может 6 раз кинуть, 6 раз, 960 дамага нанести. Ухо. Слишком много каска там полетала, по бестмастеру, ну, в общем, кстати, с дабл дэмэджем Эл Лисаш. Он может стрять, стрять, стрять может, если добежит. Да, там бежит Винга, 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 Санчик. Ну, самое главное, у Вайпера пока все вроде более-менее неплохо, там, как бы, никто ему ничего не угрожает. Кстати, а расскажи вот насчет новых артефактов, которые вот увеличивают рейндж каста, увеличивают просто рейндж, вот длить дальность стрельбы. Они же тоже, на самом деле, очень серьезно поменяли расклад, у меня такое ощущение, особенно по скиллам. Допустим, у того же Бэйна, да, ты можешь цеплять там 500 рейнджей, ты купил эту линзу, ты уже 700 цепляешь, уже, как бы, там, из-за куста можно выскочить, никто тебя не увидит. Бестмассер опять умирает, что-то с ними так. Да, артефакты тоже очень крутые, наверное, самый юзабельный артефакт, который сейчас собирают, это линза, ну, тут очень много реально дает. Эти 200 рейнджей, они для некоторых героев просто очень круты. Потом, что там, Dragonlance у нас, это усиление как раз атаки тоже. У него усиление, удлинение атаки на 130, по-моему, оно добавляет. Да-да-да. Ну, тоже неплохой артефакт, ну, он такой, не знаю, мне кажется, самый... Спорный? Самый несобираемый из всех артефактов, которые можно собрать. Потом, что у нас еще? Есть Firefire, ну, это тоже крутой артефакт, это типа, такой прототип манго, только на жизни. Только на всю жизнь. Ну, сразу съедаешь. Я там закупы видел, очень крутые на мидл уже. Я там всем рассказываю. В Америке закупают иногда, просто на первом левеле идешь с шестью Firefire'ами на мидл. Ну, кстати, да. 12 демэджа тебе дает, не стоишь. Неплохо. Так, и что там еще раз, какой-то артефакт остался, из головы вылетел. Ну, расскажи про то, как можно дерево садить. Ты уже увидел? Ты видел реально, чтобы как-то это решало, чтобы там вот, ну, можно было там взять свой бранч, сделать из него дерево, там перекрыть кому-то путь куда-то, чтобы вот там не пробежал, не прошел там. Ну, такие еще штуки не видел, попытки, попытки были, но пока не получалось красиво как-то сделать. Но то, что ее можно посадить и съесть сразу танго, и тебя будет лечить в два раза круче. Ну, да, это плюс. Это круто. Ну, типа, как ты вард свел. Ну, по сути, да. Так, вот опять тут сатир бросается шоквейвами, очень неприятно. Джакира, и в итоге пока... Ага, так, Джакира тут еще и андайнгу достается, но опять, опять шоквейвы, да. Ну, в общем-то, 400 маны еще остается, так что может пробивать там какое-то еще время довольно длительное. Опять, ух, ух, неприятно. Вапер, я так понимаю, совсем уже прогнал в леса ликана, и тот пошел отправляет со стопориком фармить крипочечков. Джакира, конечно... У него на три поезда на атака, если ликан подходит ударить хоть одного крипа, сразу умирает без телепорта. В общем-то, да, там цепляем, потом ультимейт, и... Ну, в общем, ликан, получается, мудро так поступил, что ушел. Хотя сейчас, смотри, возвращается, может быть. Ну, там ночь, как бы... Да, он подает крипа ударить, сразу получит одну поезду на атаку, и сразу вайпер-страйк, и он умирает. Он на месте становится. Он без ботинка. Так. Прячется за деревом. Он, при этом, волками будет убивать, конечно. Так. Один, кстати, волчонок в копилочку вайперу пошел. Вайпер с фейсбуцами у нас такой... Быстрый. Сирный вайпер. Там наверху, что у нас происходит, есть тамба, но тамба, на самом деле, особо никого не впечатляет. Годдем там стоит рядышком, просто пилит эту тамбу, 150 монет зарабатывает, и погонят дальше. Но надо замедлять, замедлять, замедлять зомби. Хорошо, зомби плохо. Идут, стон, посади ларито. Хорош, задувай туда же, и минус зомби. О, как разобрались, парни. Правда, Джокира всех поджег, но... Ну, как бы не сгорят. Тем временем, вайпер-страйк, тот самый, который останавливает. Суприма, Суприм. Вокруг елки. Вокруг куда же ты уйдешь? Не уйдешь, дружище. Не уйдешь. Ну, собственно, так оно все и произошло, как вы рассказывали. Да вокруг елочки еще он там танк, танк, я сейчас эту елку съелась, она ему надоела бы. И лансеры еще Джокира забирают, а не сверху. Да, как-то у нас... Там битва продолжилась, а тут уже была, поэтому, ну, не суть. Главное, что пока все-таки Хеллрайзерс немножко так... Ну, не то, чтобы восприяли они духами, не думают, что у них какие-то были проблемы, просто-напросто они... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тут вайпер дальше продолжает преследование. Смотрите, что делать, сейчас еще одна зычка, еще одна, и вот он... А, если есть вап назад... И венку, и венку можно забирать, на самом деле. Нет, с волком уже нет. Сам умрет. Да. Ну, на самом деле, неплохо, неплохо. Показывают уже мощь, что, как бы, левела поднабрали, скиллы появляются, и могут, на самом деле, или убивать там один на один практически любого вайпера может убить. А то, может быть, даже и парочку персонажей захватить с собой. Джакира, конечно, неприятный. Вот еще и этот андаинг. Просаживают они фантом лансера. Лансер отбрасывается копьями. Ну, Джакиру с андаингом все хорошо. Они просто выиграли эту трипл-линию в салат. Чем не помог ничем. Стоял, просто формил. Как-то наформился этот третий уровень. Ну, все-таки, наверное, как-то на вайпер тогда делают ставку. Потому что вайпер это все прекрасно. И, может быть, сейчас он пойдет гангать как-то, кого-то убивать. Сейчас вот смог, смотри, разбили на двоих. Лина и бестмастер бегут. Сейчас вот как-то, как они будут подыматься. Или они там ликана ждут возле Рошана. Ну, проверили. Так, Вичдоктор. А почему бестмастер не идет? Почему бестмастер не идет сейчас? Ну, хорош! Прямо на ход поставила Лина Астана. Отлично, топоры залетают. Ну, по-моему, не попадают через руки. Ну, есть ультимейт и подконтроливает там все бестмастер. Так что никуда он все равно не девался бы. Слава богу. Опять волк. Опять волк на меди. Да. И вот так вот. И еще пару ударов. Давай, 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 да, да, да. Есть. Хорош. Ой, свапы станут так вот. Неплохо, кстати. Ну, надо помочь как-то. Ну, помогите. Есть, есть, хорош, хорош. Подошел. Волчонок грызет, волчонок, 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 волчонок. Ну, нет, 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 нет. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ай-яй-яй. Погиб он просто. Это время у него действие закончилось или что-то такое? Лину забирают тем временем. Ну, да. Как раз таки Лина, которая подсейвила вся свапера. Она сама умерла. Отдала свою жизнь. Свою брата. Ну, кто-то должен был так делать. А ты можешь вспомнить какой-нибудь момент вот из твоей практики, когда ты его точно так же делал и это как-то там прям супер зарешало? Не, я никогда этих бичей не спасал. Я спасался до своей жизни, потом сам поносил, делал игру. Ясно. Ну и что ж. Вот такой вот совет саппорта, друзья. Да нет, моментов много, конечно, было. Всегда стоит подсейвить свой керри, потому что это всегда... Инвестиция в будущее? Инвестиция в будущее, конечно. Он не умирает, он продолжает фармить, а ты что? Ты же все равно не фармишь. Умрешь, восстановишься, дальше пойдешь умирать. А твой керри будет тебя керировать. Керировать, хорошие слова. Так что лучше ему жить, чем тебе. Ну, вот она жертвенность в доте. То есть надо понимать, да, что все-таки в какой-то момент лучше пожертвовать собой. Ну, ты должен рассчитывать, на самом деле, когда стоит спасать, а когда нет. Потому что можно спасти так, что и сам умрешь, и керри еще не спасешь. И тупо вместо одного килла будет два еще. Вайпер просто по кулдауну гоняет на меде у нас. Ну, он нашел свою игру и просто-напросто никого не боится, кто как-то приходит. Вот по твоему вот этому алгоритму плевок. Ну, первое, да, поезон атак, потом вайпер страйк, и просто еще там дальше просто плюет, пока есть там возможность это делать. Вот, мне кажется, он может собрать этот вот Dragonlance. Тогда они вообще будут, они просто не будут понимать, куда от него бежать, от этого вайпера. Dragonlance неплохо, но я думаю, сначала мека все-таки это будет, потому что, как бы, с Ченом идет ориентир на пуш, поэтому все-таки нужна мека. Ну, безусловно. Потому что Чен, наверное, вряд ли будет меку собирать, я бы на его месте упоролся в аганим какой-нибудь сразу. Нет, в ману ботинки сначала он берет. Вайпер уже... что у него, Баклер и Ходрес, по идее, летит. Ну, готовы еще раз принимать? Или Саша, Вич доктор, Вич доктор, Вич доктор. Ну, 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 где ультимент? Пока они не дают ультимент, может быть, потом нам понадобится. Да, видишь, наведешь на Бесмастера, как раз, у него кружочек, что он не может достать. РНЖ, да, не хватило чуть-чуть. У Лансера у нас проблемки, на самом деле, такие небольшие, как-то он по фарму не очень. Отсроет? У него все. Ну, давай посмотрим по Нетворсу, что у него, да, 3200 у него, у Джакира, например, 3400, чуть-чуть больше. Там в центре вроде бы сейчас... Нет, ничего, Бесмастер уходит спокойно. Еще и станчик дали Поликану. Все в порядке. Чен уже с двумя кентаврами захватил. Да что ж такое? А вот тут самый... Ага, Вайпер залетел со спины вот так вот. На Хосте. И на Хосте сейчас может в центр вернуться, но в центре там, к сожалению, уже никого нет. Вайпер уже Мека летит. У Вайпера просто все отлично. А в фоне он как-то сегодня разошелся. У него 6-1. Фейзы, Мека, Таквила, Стики. 60 крипов. 50, то есть, извиняюсь. И сейчас еще снизу будут убивать всех. Да, тут стан по Экзотик Диру, есть топоры. Экзотик Дир просто тапаут пытается сделать, но от такого просто вайпера никуда ты не уйдешь. 7-1. Ну, вот так вот. 89 плюс 9 демеджа, плюс куча неприятных пассивок. Я думаю, они продолжат сейчас свое движение в направлении Т1, и, к сожалению, АТН... Ну, в общем, смотря за кого вы болеете, конечно же, друзья, но АТНы никак не смогут здесь с этим тавром ничего придумать. Используют фортификацию, но надо было, может быть, чуть-чуть. Ну, они тоже хорошо как раз с этим драконом, с Аликантропом, под Хаулем. В принципе, с такой же скоростью забрали фуловый тавр, как и Хайрея. Все у них хорошо. И на следующий тавр еще тоже разминать, уже Кира пошел со своим четвертым Ликвид Фаером. Ну да, это приятно. Жуткий огонек свой разбрасывает. Для Чена, кстати, неплохой крип. Вот дракона апнули же вот этого красного, который там 900 чем-то дамаги наносит этим своим фаерболом. Да, там 10 секунд по 85 демиджа, по-моему. Да-да-да, 850 получается. Такой, not bad. Так, Ликан, не знает, кого убить. А, и забать, или настоящую иллюзию. Ну, в общем, настоящего Билвард, к сожалению, не получилось. Так, Ликан. Ликан очень быстрый, но остановить его нечем. 7 на 10. Вот так у нас счет. Ну, смотрите, что получается. Тавр защитили. В центре Джакира тавр все-таки разрушил. А внизу Бистмастер, ну, Некрономикон еще не прилетел, но, скорее всего, тавр он там заберет. Здесь погоня, да, вроде бы. В инвизе вбегает Андаенка. И, может, там буст ставить, Чена забирать, если это хочется сделать. И хочется, хочется. Ой, какой-то эмщет плохо расконтролил. Назад пошел. Зачем? Контролер, брат. Мне кажется... Халяву забрали всю Чену. Мог бы убежать спокойно. По прямой себе бежал бы. Ну, не пошло. Ну, мне что-то показалось, что в любом случае бы его убивали, нет? Ну, вполне возможно, но... Ну, короче, был шанс. Шанс был. Шанс был. Так. Ну, тот Джакира, у которого все было вроде бы неплохо, действительно неплохо, потому что есть у него тоже Мека. Это Мека чуть позже, чем у Вайпера, но, тем не менее, очень даже солидные такие у него артефакты. И Мека, видите, и Арканы. Там вот еще Ring of Protection имеется. Очень быстро, действительно, обмениваются ТВ-рами команды. У Hellraiser тут остается всего-то 2, даже 3. Ну, 2. 2 остается. Сейчас так, замораживает. Мимо. Шакира уже 3 Таура забрал. Так, так, так. Вот Бисмастера зацепили. Подцепили, надо спасать. Есть Ветра, Цавуха. Ну, под Ветра, наверное, не рискнут нападать. Хотя нет, Цавуха отменяет Ветра. Они, в принципе, сейчас не рискнут нападать. Сейчас Альтернейт очень сильный. У них и Тамба большого левела, и Вичдоктор подхилл второго уровня. И там всякие Волки, Владимиры у них, что-то, Мекки. Все это под Вингой, тоже под Аурами. Так, нашли настоящего Лансера. Лансер. Ну, Винга сейчас откатится через 3 секунды, через 2. Через 1. Ну, он ушел в леса. Там где-то есть крик Бисмастера. Он хочет засейвить. Так, забрали Вичдоктора. Погоня продолжается. Под елкой, просто под елкой новогодний. Да, что ж такое делает, ТП. Ло, вот здесь вот запрятался. Была ночь, и Джакира просто не увидел. Я так подозреваю, что именно там он стоял. Спрятался там. Да, ночь вообще чудеса можно творить. На самом деле, я всегда эту ночь любил. Вокруг елочек мансовать, прятаться как-то на короткой дистанции. Можно уходить от людей. Так, там Вапси бежим назад. Так, есть свап. Но это свап Бисмастера. Надо отставать, да. Так, Вапер дает. Да, давайте просто бежать. Леканчим быстрый. И призывают Лину, да. Чен вроде бы забрал ее. Ну, тут потеряет, конечно, с ОМОНов сейчас Чен. Но, как бы... И ладно. Главное, что пока они героев теряют. Больше героев не смогли забрать АТН. Они, может быть, сейчас на Рошанчика зайдут у них, в принципе. Ну, опять же, опасно, да. Как бы есть там противник, который понимает, что можно... Что мы можем зайти на Рошана. Соответственно, тоже, наверное, сейчас подойдет. Будет пытаться как-то отбивать этого Рошана. Там Ба есть. Все на Лекана какие-то противные артефакты собрали. У него есть Владимир, это, да, на который, в принципе, Лекану собираешь постоянно. И еще он собрал себе Доминатор. Две маски просто. Нет, чтобы переманивать крипов Чена. Да, тоже вариант. Кстати, там же и Венга тоже самое собрала. Венги Доминатор, они просто идут, и Чен бесполезен становится. Он просто становится кусок. Ну, нужно Аганим. Да, да, нужно Аганим, чтобы Айшентов срочно... И причем, он на первом левеле только Аганима может взять одного Айшента. Там, на одиннадцатом двух Айшентов, на шестнадцатом трех Айшентов. Так что, пока он до одиннадцатого левела доберет, будет с этим одним Айшентом бесполезно бегать. Ну, круто-круто придумали. Давно я такого не видел, на самом деле. Вот эти. Я помню, раньше еще были стратегии с Мидасами, там, типа, пожирать крипов. Но Мидасы, да, были также с Доминатором стратегии против Некромиконов, когда их можно было переманивать этим Доминатором. Да-да-да. Сейчас, к сожалению, нельзя. Ну что ж, вот они все вышки закончились у Hellrisers, и теперь надо отбиваться на хайграунде. Ну, Лина может отбрасываться скиллами, хотя посмотрим. Напали уже на Тавр, Ликан, Хауль, Кричит, всех усилив. Слушайте, Тавр просто сжигается в секунду практически. Вынужден фортификацию использовать. Так, были фейзы. Назад, Шоквейв замораживают крипов пока что только. И Тавр... Тавр просто халява падает, его даже защищать не стали. Да, ну там одновременно пушили и Бестмастер вместе. Так, есть свап Вайпера. Вайпера и ультимейт по Вайперу есть. Там база заморозили. Вайпера, Вайпер, живи. Вайпер просто бежит назад. Есть танчик Channel Hill. Вайпер отстреливается, дадут ультимейт по Андайангу. Но поздно уже, потому что Барак один просел. Второй тоже сейчас закончится, заканчивается. Так, Андайанг, Андайанг живет. Каска летает и очень неприятно. Бежит назад. Нет, не бежит, стоит на месте. Вайпер подошел сюда. Спокойно назад надо отходить. Альтернейты. Очень круто играют. Ну, как сказать круто. Понятное дело, начало выиграли из того, что Чен ничего не делал. Он помогал своему сатиру в миде, но на самом деле ему нужно было помогать на своей трипл-линии. Если бы они выиграли трипл-линию, у Джакира не было так все хорошо бы. У Зомби тоже не было так все хорошо. И игра бы в другое русло потекла бы. Ну да, а так Джакир уже и с Яулом. Я говорю, сейчас добавится не Кран или Каня, это будет все плохо. Так, какие тогда варианты есть? Ну, то есть смотри, Тавра-то тоже все позабирали, Хеллрайзер. Да, на хэграунт, может быть, так активно и быстро зайти не могут там все убить. Но что? Может быть, как-то, ну что, кого-то искать. Например, Вингу сейчас можно найти и забрать. Нос Айгасом. Ну, дважды забрать. Нос Айгасом, но там туда сейчас сместятся все, они успеют. По идее, все должны успевать под Айгас. Ну, бегут уже в сторону, так, Винга. Ай-яй, решили... Смотри, глупо как-то просто, очень глупо сделал сейчас. Мог бы спокойно Айгас отдать. Окей. Сейчас Телекан тоже погибнет. Ну, по одному хорошо цепляет, Телекан уже погибает. А зомби... Ой, вайпера убило, ай-яй-яй-яй! Тут замораживает Бесмастера, Бесмастер бежит. Но там за ним зомбаки-то, зомбаки все грызут минус Бесмастер. Погоня за Годомом, годом. Ну, давай стан, станчик по, ну, по крепу плохо. Годом бежит, а волки его стопят. Нет, Глимер. Должно умирать. Так, просветили Лину. Ставь Джакира. Лина, ой-ёй-ёй, тупо, он хорош, хорош, хорош. Ай-ёй-ёй, Джакир нашел на этот раз, замораживает Лину. И, конечно же, Лина тоже погибла. Ну, я думаю, это ГГ, на самом деле, потому что как-то печально все. Ну, ты знаешь, я ничем не могу тебе возразить. Согласен полностью. Знаешь, что у нас там на графиках? На графиках, в принципе, все ровно. По XP вообще в нуле, в ровном. Ну, да. 26900, 26900 у обеих команд. Ну, по золоту вот четверку выигрывают с Alternate, но они с каждым разом все наращивают, наращивают. Сейчас ХРМ с ними вообще нереально драться. Ну, единственное, что если АТН просто остановятся, ну, как бы не будут продолжать там уйти, бить ТВРа, начнут фармить, вот только так. А они будут идти, бить ТВРа. Почему бы им не побить ТВРа? Ну, бывают же такие всякие игры, знаешь, когда вот вроде бы все есть, а ты просто не идешь и не бьешь. Почему-то. Да не, они пойдут. Если они на 15 минуте не испугались это сделать, то, я думаю, сейчас-то точно у них. Они понимают свои преимущества, они понимают силу своих героев. Вот сейчас Чен еще умрет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, к сожалению, аганима здесь не будет. Вот совуха переманили. Сейчас еще под ветрами это все будет заход на хайграунд. Да, ХРМ. Не пошло. Ну, видишь, как они хотели пуш, они его показали сразу же, но противник был, видимо, готов. Они тоже набрали такой контр-пуш. Я тебе говорю, в чем дело. Ягучен не помогал своей линии. Когда ему нужно было помогать, ему нужно прямо на первом левеле было что-то идти. И... Что придумать? Замораживать всех Джакира. Все рассказали. Италии, АТН. Идеально просто дракует узкий проход. Джакира все закинул, закинул макропируя. И спас положил. Дуалбрис туда задул туда всякие томбы. Стояли, каски полетали. И палка вещдоктор еще поставился. Очень все круто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...